Две недели назад я наткнулся на видео, где мужчина с переноской для животных спрашивает что-то у людей, подъезжает к мосту, залезает под него и в большой куче мусора находит щенка с изолентой на лапах и металлическим прутом вокруг. Он освобождает щенка от изоленты, везет домой, где перекусывает металлический прут, купает щенка, бережно вытирает, меряет температуру и даже чистит ему уши. И оказывается у него уже есть очень похожая собачка и вместе они смогут играть. Какое же прекрасное видео и какой добрый и хороший человек, побольше бы таких в нашем мире, поначалу подумал я. Но позже меня начали терзать какие-то сомнения и возникало много вопросов. Какая-то рандомная женщина показывает ему в какую сторону ехать, после чего он проезжает явно больше километра. Откуда эта женщина знала, что там вдалеке нужно спасать щенка? А если видела это и знала, то почему сама не спасла? То же самое с этими двумя девушками у моста. Получается они просто сидят и болтают, зная, что рядом с ними лежит щенок, который нуждается в помощи? Почему они сами его не освободили? Зачем кому-то вообще связывать его и особенно обматывать вокруг эту толстую металлическую штуку? Почему она смеется, когда идет показывать ему животное? И для чего он купает собаку, ведь она выглядела абсолютно чистой? Дальше, посмотрев другие его видео, в каждом у меня возникали вопросы, которые оставались без ответов. Например, вот тут они едут на мотоцикле, непонятно почему останавливаются возле мусорных баков и не спеша смотрят, что там внутри каждого из них. Я не понимаю, как они знали, что нужно остановиться именно здесь и искать кого-то именно в этих баках? И в один момент они будто совершенно случайно находят в одном из баков двух щенков в пакете. Они везут их домой и опять зачем-то моют и чистят уши и проверяют температуру. Очень странно все это. Начинается очередное постановочное видео, и тут для правдоподобности напарник нашего героя стоит возле озера, показывает куда-то рукой и будто говорит «Вот там вот мы только что с тобой положили у воды двух щенков в пакете, давай сейчас покажем, как мы их спасаем». Наш герой бежит к кучам мусора и показывает этих двух щенков, и вместо того, чтобы немедленно их спасать, они замирают и снимают кадры, которые вызывают жалость у людей. Смотрите, как он долго осматривает пакет, вместо того, чтобы сразу достать их из воды, если бы это было правдой. А там под пакетом еще и изолента оказывается. Еще одно видео, где мужик бежит к озеру, бегает вокруг ограждения и, видимо, нюхом определяет, что там опять нужно кого-то спасти. И все с точностью повторяется. Не в воде, а как и в прошлый раз, ровно у края воды находится собачка, которая также нуждается в спасении. Он опять же не спешит ее доставать, чтобы оператор сделал нужные ему кадры, которые будут цеплять и вызывать жалость у зрителя. Он опять переносит щенка домой, чтобы помыть и почистить уши. А рядом мы видим щенков для следующих видео или тех, которых они уже использовали. У них много роликов с подобным сценарием возле воды. Видимо, они работают лучше всего. Очередное спасение. В этот раз два щенка на дороге, один из которых не подает признаков жизни. Они обмазаны чем-то красным, их приводят домой, проверяют пульс у того, который не двигается и приходят к выводу, что он уже не живой. Они непонятно почему его моют, кладут в коробку, выкапывают яму, кладут ее внутрь. Мужик под грустную музыку имитирует, что вытирает слезы и закладывает коробку землей. Второго щенка они моют, проверяют температуру, чистят уши. Все по стандартному сценарию. Но я решил посмотреть видео еще раз и заметил, что во время мытья похороненного щенка, он приоткрыл рот и высунул язык. Посмотрите еще раз в замедленной съемке. То есть вполне возможно, что на тот момент щенок был живой. И мне кажется, что он просто был под наркозом. Представляете, что эти мерзавцы делают? Они сами привели его в такое состояние или что-то укололи, чтобы сделать подобное видео. Дальше случай спасения в городе. На дороге возле собаки лежит что-то похожее на куриную печень, видимо имитируя внутренние органы. Но собачка цела, никаких повреждений, из которых могло бы выпасть такое содержимое не видно. И скорее всего она тоже просто под наркозом, поэтому и не двигается. Этот мерзавец якобы делает ей массаж сердца и искусственное дыхание, заливает в рот какую-то воду, после чего везет к своему подельнику в подобии клиники, где они меряют ему температуру и неумело ставят какую-то капельницу. Естественно, спустя некоторое время собака начинает отходить от наркоза. Он везет ее домой, чистит уши, что является, наверное, крайней необходимостью при таких повреждениях. И через пару часов она, по задумке этих актеров, окончательно исцеляется, а на самом деле это просто заканчивается действие наркоза. А теперь подумайте сами, в начале видео он лежал на асфальте с якобы валяющимися рядом кусками органов. Можно ли его вылечить капельницей и чисткой ушей после получения такого урона всего за пару часов? Можно ли вообще спасти животное, если бы из него повылетало такое? Есть несколько видео, где они якобы находят уже неживых щенков, зачем-то их моют, вероятно, чтобы видео получилось не такое короткое, и только после этого закапывают. Вполне вероятно, что это те щенки, которые уже отработали свое и больше не нужны. Еще одним интересным фактом является то, что в их видео показывают исключительно маленьких щенков, а не взрослых собак. Все щенки очень похожи между собой, видимо все они рождаются одной собачьей матерью, после чего эти люди зарабатывают на их жизнях деньги вот таким образом. Потому что именно щенки вызывают больше жалости у наивных зрителей, которые смотрят видео со слезами на глазах и пишут в комментариях благодарности этим спасателям. Более того, под каждым видео мошенники размещают ссылку на свой PayPal аккаунт с просьбой поддержать их и переслать им деньги. Ведь их видео часто набирают миллионы и десятки миллионов просмотров. И посмотрите, что происходит в комментариях. У зрителей нет ни малейшего сомнения в реальности происходящего. Все они благодарят мучителей, шлют сердечки и деньги этим людям, даже не подозревая, что они отправляют деньги не спасателям, а финансируют настоящих живодеров и их бизнес, построенный на жизнях невинных существ и приносящий им десятки, а может сотни тысяч долларов. Но мы с вами можем этому помешать. В первую очередь, вы можете показать это видео другим людям в соцсетях, в мессенджерах или где угодно, ведь чем больше людей узнают правду о таких фейковых спасениях, тем меньше будет просмотров и пожертвований у этих преступников. Вторая вещь – это отправка большого количества жалоб на эти каналы, вследствие чего, возможно, их заблокируют. У них есть несколько каналов, которые созданы на случай бана одного из них, и нам нужно забанить всех их одновременно, чтобы подать жалобу, нужно при просмотре одного из их видео нажать на вот эту шестеренку, потом на кнопку «Пожаловаться» и выбрать вторую позицию «Жестокие или отталкивающие сцены». Ссылки на их каналы, которые мне удалось найти, я оставлю в описании, ведь прямо сейчас они делают это с другими щенками, прямо сейчас сотни людей пишут, какие они молодцы, и присылают им деньги. Обязательно покажите это видео своим знакомым, ведь чем больше людей узнают правду о таких фейковых спасениях, тем меньше людей будут верить этим преступникам, и тем больше жалоб мы с вами сможем отправить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова